Всем привет! В этом видео речь пойдет об использовании нарастающих целочисленных переменных при парсинге контента. Заходим в систему помощи, раздел дополнительно и материал работы с нарастающими целочисленными переменными. Здесь предлагается использовать два макроса шаблона вывода. Их принципиальные отличия написаны в скобках. Нас сейчас интересует макроскаунт. Принципиальное его отличие в том, что его значение сбрасывается при парсинге каждого последующего веб-документа. То есть работает макроскаунт, работает в пределах каждого веб-документа отдельно. Здесь у нас показано краткое описание. Вот показано, как осуществляется доступ к опции макроса, где прописывается стартовое значение и насколько увеличивать, то есть шаг увеличения. Также указано, что у макроса каунт есть и у копии каунт 1 и каунт 2, которые выполняются, как мы видим, из логовыполнение функций макросов в разное время и используются в связке с разными макросами шаблона вывода. То есть вот эти опции, стартовое значение и шаг, они действуют на макроскаунт, каунт 1 и каунт 2. Далее показаны новые возможности макроса каунт. Сейчас мы о них поговорим. Открываем дерево макросов, в поле поиска вводим каунт и вставляем его несколько раз в шаблон вывода. Видим, что при вставке каждого макроса каунт у нас сначала оставляется стартовое значение, а потом значение увеличенное на шаг, указанный в опциях. То есть рассмотрим новые возможности, новые операторы. То есть существует оператор resetCount. Отмечаю, что resetCount сбрасывает значение макросаккаунт, resetCount 1 сбрасывает значение макросаккаунт 1 и, соответственно, resetCount 2 сбрасывает значение макросаккаунт 2. То есть как это работает? Допустим, у нас идут 3 значения макросаккаунт, затем мы вставляем resetCount в любое место и потом еще раз вставляем 3 макросаккаунт. Как это все работает на деле? То есть вставляется со стартового значения 3, 4, 5, потом сбрасывается с помощью оператора resetCount и опять вставляется 3, 4, 5. Также мы можем указать, устанавливать текущее значение с помощью такого вот оператора. То есть в одном макросе мы начинаем с цифры 3, а допустим в другом макросе нам нужно начать с цифры 7. И мы устанавливаем таким оператором значение 7 для макросаккаунт. Видим, что последующие после этого оператора вставляемые каунт отчитываются от установленного значения 7. Опять же отмечаю то, что для установки значения макросаккаунт1 существует оператор каунт1 и в скобках указывается значение и соответственно каунт2. Также есть операторы арифметических операций над значением макроса в каунт. То есть допустим мы не хотим, чтобы у нас автоматически увеличилось значение при вставке. Мы вставляем макросаккаунт of ink. Допустим вот сюда. Отмечаю, что макросаккаунт of ink распространяется на все последующие макросы от того места, куда он вставлен. То есть эти три макроса он не затронет и в них будут значения увеличиваться как обычно, а после него следующие макросы он затронет и при их вставке у нас значение никак не изменится. Каунт on ink возвращает автоматическое увеличение значения и все идущие после него макросы у нас увеличиваются на единицу. По умолчанию у нас макроскаунт работает с автоматическим увеличением значения приставки. Это было отступление и сейчас поговорим об арифметических операциях. Допустим мы отключили автоматическое увеличение значений и нам нужно после каждой вставки макросаккаунт производить увеличение допустим на 5. И мы вставляем сюда операцию плюс 5. Видим что получается. То есть вставилось 7 установленные здесь вот этим макросом и потом увеличиваешь число значения на 5. Операции вычитания, умножения и деления, вот умножения я здесь забыл в справке указать, работают аналогично. С этим я думаю все понятно. Ну и практический пример один. Допустим вот у человека при использовании макроса GetMoreRecycleContent используется макросккаунт. Ему нужно использовать макрос GetMoreRecycleContent два раза с разными значениями каунт, где они вот здесь, которые работают независимо друг от друга. То есть ему нужно после первого макроса GetMoreRecycleContent вставить оператор ResetCount 2, как я понял. Так как у него используется макросккаунт 2. Смотрим что получается. Так, здесь немного недоработка, я это исправлю в следующей версии. Чтобы макросерсеткаунт 2 удалялся, если макросккаунт 2 не встретился в шаблоне вывода. А не встретился он потому, что макрос GetMoreRecycleContent у нас не сработал ввиду отсутствия вот этих вводящих вводимых в него значений в нашем проекте. Поэтому мы вот так его заэкранируем и увидим что получается. То есть мы сымитируем работу макроса GetMoreContent, как будто он выводит 3 цикла. И увидим что получается. То есть Так, я извиняюсь, я вот здесь макросккаунт убрал. Видим что первый макрос GetMoreContent, который выводит 3 цикла, у нас выводит значение каунт 3, 4, 5. И второй макрос после оператора ResetCount 2 выводит значение 3, 4, 5. Как обработать? Как бы отдельно от первого макроса. Что и требовалось. Если нужно установить какое-то другое стартовое значение для второго макроса GetMoreRecycleContent, опять же мы задаем его принудительно. То есть каунт 2, чтобы он распространялся на макрос каунт 2. И принудительное значение, например, 10. И смотрим что получается. Здесь отчет идет от 10, здесь от 3. И они работают независимо друг от друга. Так же сейчас я посмотрю, вроде как по моей памяти, макрос каунт 2 не должен использоваться в макросе GetMoreRecycleContent. Сейчас мы это уточним. Смотрим блок выполнения функций. Так, вернем один оператор GetMoreRecycleContent, чтобы увидеть в какой момент он выполняется. То есть смотрите. Вот мы выполнили предпросмотр с таким шаблоном вывода. И видим, что сначала выполняется макрос GetMoreRecycleContent. А потом уже после него выполняется макрос каунт 2. То есть это неправильно. Потому что сначала у нас выполняется вот эта конструкция, где макрос каунт 2 фигурирует в таком вот виде. А потом только по значению оставляется макрос каунт 2. То есть в операторе, в макросе GetMoreRecycleContent нужно использовать макрос каунт. Видим, что сначала выполняется макрос каунт, потом макрос GetMoreRecycleContent. То есть сначала в макрос GetMoreRecycleContent вставляется значение каунт, и потом уже нормально обрабатывается макросом GetMoreRecycleContent. Надеюсь, понятно все объяснил. Всем спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, задавайте на форуме.